Спасатели продолжают ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Привлечены больше сотни единиц техники. Губернатор потребовал не выпускать ситуацию из-под контроля. Вернуться к привычной жизни кубанцы должны в кратчайшие сроки. Я хочу всех поблагодарить коллег глав муниципальных образований за все-таки личное, такое неустанное внимание к этой проблеме и личный собственный контроль. Знаете, как есть в народе поговорка, вовремя поднятая вещь не считается упавшей. Порой правильные управленческие решения, они и есть почти 90% успех. Вовремя принять решение и правильно, вовремя. Людям не нужно знать, что это трудно. Упадение таких осадков не в одном районе, а в многих муниципальных образований, или они сменяют один, другой. Им нужен результат. Поэтому мы сегодня должны забыть про собственную усталость, сделать так, чтобы их жизнь вернулась в нормальное русло. Незначительное подтопление и незначительное разрушение – это для нас, с нашего уровня. Незначительное подтопление и незначительное разрушение. А для людей, поверьте, для жителей, которые попали в эту ситуацию, оно значительное. Вот на это обратите внимание, потому что, знаете, чтобы не было так, что сытый голодного не разумеет. Самыми подтопленными оказались северские районы Сочи. Из дачных поселков курорта людей эвакуировали на вертолете. Также частично приостановлено транспортное сообщение между Сочи и Краснодаром. Там размыло дорогу. От главы курорта Вениамин Кондратьев требует назвать четкие сроки, когда возобновят проезд по автомагистрали. Достаточно ли, по вашей оценке, сегодня сил и средств, чтобы мы восстановили нормальную жизнедеятельность сегодня Большого Сочи? Всех средств достаточно. К концу дня на водовиках сообщение будет восстановлено. Еще раз сроками назовите, то есть сколько времени и какому сроку вы восстановите полностью жизнедеятельность тех районов, которые незначительно пострадали. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в крае сохранится еще несколько дней. А значит, все это время ситуация должна быть под личным контролем каждого главы района, отметил Вениамин Кондратьев. Однако даже сегодня в условиях ЧАЭС не все руководители муниципалитетов находятся на местах. Так, например, на видеоселекторе выяснилось, что отсутствует глава Анапы. Я бы очень хотел, чтобы глава муниципального образования, если он не на больничном, сам принимал участие, сам контролировал, что у него находится и что происходит в веренном ему муниципальном образовании, где его народ избрал. И надеется, что он с народом, а не где-нибудь. Тем более, даже вы не знаете, где он. Это вот первый непорядок, с чего начинается большой непорядок. Также Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам проверить все системы оповещения населения и отработать схемы эвакуации. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».